29 января житель села Новотроицкое заблудился во время прогулки с собакой. На поиски мужчины тут же выехали три сотрудника Анивской администрации на автомобиле со снегоходом и квадрокоптером. Позже к ним присоединились спасатели отряда имени Полякова. Группа работала до наступления темноты. В итоге оказалось, что гражданин самостоятельно добрался до дома и никому об этом не сообщил. В медицинской помощи он не нуждался. Паранайские огнеборцы потушили два пожара еще до рассвета 30 января. В час ночи спасатели приехали на вызов к дому номер 77 по улице Победы. Рядом с пятиэтажкой полыхал гараж с автомобилем внутри. Стихия бушевала на 27 квадратных метрах. В 2.10 пожар полностью ликвидировали. А через 5 часов в 7.20 поступил сигнал с этого же адреса. В подъезде горела коляска. Ее потушили за 20 минут. В обоих случаях на месте работали шесть человек личного состава и единицы техники пожарно-спасательной службы области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты. Водитель пострадал в серьезном ДТП в Тамаринском районе 30 января. В половине 10 утра на трассе столкнулись Тойота Хайлюкс Сурф и Междугородний автобус. Пассажирский транспорт следовал по маршруту Шахтерск-Южно-Сахалинск. В его салоне находилось 39 человек. На место немедленно выдвинулись дежурные спецслужбы. Пожарные оказали первую помощь пострадавшему водителю внедорожника до прибытия скорой медицинской помощи. После мужчину госпитализировали в ЦРБ Тамари. Все пассажиры продолжили поездку на другом автобусе. По факту происшествия в Следственном комитете организовали проверку. Правоохранители оценят работу, ответственных за состояние общественного транспорта и безопасность перевозки, а также лиц, ответственных за состояние дорожного полотна, после чего примут процессуальное решение. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП у села Старорусское. Как поделились в пресс-службе ГИБДД Южно-Сахалинска, это случилось днем 30 января на 25-м километре Ахинской трассы. Водитель за рулем Дайхатсу Териус направлялся в сторону областного центра. По предварительным данным, он не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Сузуки Веган. В результате мужчину, управлявшего Дайхатсу, и двух его пассажиров госпитализировали в областную больницу. По имеющейся информации, в медучреждении водитель скончался. По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, что сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозами. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. В Южно-Сахалинске эвакуируют транспорт, мешающий расчистке. В пресс-службе управления ГИБДД подвели итоги работы в этом направлении за сутки 29 января. В минувший понедельник в областном центре на штрафстоянке вывезли 26 машин. Правоохранители составили 28 административных материалов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки автомобилей. Сотрудники госавтоинспекции призывают автолюбителей быть внимательными и учитывать, что пешеходы могут двигаться по краю проезжей части. Сахалинские пограничники пресекли контрабанду. В Корсаков прибыло судно из японского порта Атару. На борту, под полом, в румпельном отделении обнаружили специально оборудованный тайник. В нём от таможенного контроля скрывали алкоголь и табачные изделия. По факту их незаконного ввоза вылбудили уголовное дело. Общая стоимость изъятой продукции составила более 1 миллиона рублей. Сахалинец остался с кредитом после встречи с друзьями. Как поделились в пресс-службе ОМВД области, это произошло в Паранайске. Потерпевший с приятелями отдыхал в одной компании. Молодой человек уснул. Тогда двое товарищей взяли его телефон. В банковском приложении оформили кредит на жертву. А полученный займ перевели на свой счёт. После чего удалили историю операций. Ущерб составил 49,5 тысяч рублей. Деньги они потратили. В полицию о преступлении сообщила мать потерпевшего. В ведомстве возбудили уголовное дело о краже с банковского счёта. На время расследования подозреваемые находятся под действием подписки о невыезде. Субтитры создавал DimaTorzok